Всем большой привет, девчонки! С вами Аня и Станьян, и большое спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня хочу поделиться с вами своими находками из бюджетной косметики. Это то, что я уже на протяжении очень длительного времени использую, то, что мне очень нравится. И я, в свою очередь, буду ждать от вас ваших любимцев бюджетной косметики, так как мне тоже очень интересно попробовать, возможно, что-то для себя открою новенькое. Я начну со снов для лица, с тональников, и у меня вообще сейчас два самых любимых тональных крема, оба от L'Oreal. Они между собой имеют что-то общее, но, например, вот этот вот от L'Oreal, который называется Nude Majig, он мне в прошлом году не очень понравился, потому что я его пробовала тогда, когда у меня была шелушащаяся кожа, такая сухая. Он не подойдет на зиму, но на лето и на осень раннюю, на весну отлично подойдет. Сегодня как раз-таки им воспользовалась. Если этому я поставлю пятерку, то вот этому пять с плюсом. Это L'Oreal Infiable 24 часа матовый. Я с ним делала макияж, где показывала вам, как он ложится на кожу, и я думаю, что после того макияжа кто-то из вас точно попробовал. Обязательно напишите мне, как вам понравился этот тональный крем или нет. Я обязательно куплю еще один слакончик, и он мне, кстати, не подчеркивал никаких шелушений. Очень стойкий, даже без припудривания продержится у меня 2-3 часа. Но это для меня просто супер результат. Этот тональный крем продержится тоже примерно столько же, но он, на мой взгляд, дает как-то чуть меньше мотирования. Еще один тональный крем, о котором я вам рассказывала, и он вроде как у меня был в фаворитах за прошлый год, это тональник от Revlon. Это Photo Ready. Что мне нравится в этом тональном креме, в том, что если я иду на какую-то фотосессию или на съемку, в общем, он идеален для фотографии. У него супер тонкое покрытие, кожу перед тем, как его наносить, конечно, нужно конкретно увлажнить. Он идентичен тональнику от Make Up For Ever, тоже там HD Foundation, но он стоит просто в разы дешевле. Так что, если вы любите фотографироваться, или вы снимаете видео, или в каких-то других случаях, рекомендую приглядеться к этому тональному крему тоже. Два консилера от Elf, которые мне очень понравились, и у них разная консистенция, они служат разным нуждам. То есть, вот этот консилер, он отлично подходит для маскировки каких-то синяков под глазами. У него не очень сильное покрытие, то есть, если какие-то большие проблемы, он их не перекроет. Но он отлично ложится на область под глазами, скрывает синяки и не пересушивает эту область, что очень важно. И вот такой консилер Maximum Coverage Concealer, тоже от Elf, и он уже больше для того, чтобы спрятать прыщики, какие-то покраснения на коже. Он отлично прячет всякие бяки, которые иногда вскакивают на лице, и если его тоненьким слоем наносить на синяки под глазами, если, не дай бог, что-то там слишком сильно и слишком видны эти посинения, то тоже отлично работает. Главное, что очень тоненьким слоем наносить его надо и припудривать сверху. Кстати, о пудре, которой припудривать консилер, чтобы он не скатывался в течение дня. Вот это моя любимица, она у меня заканчивается. Это Elf, в принципе, она уже практически совсем закончилась, и я ее собираюсь еще раз заказывать. Она просто божественно отлично, идеально фиксирует мне консилер под глазами, мне к ней вообще никаких претензий нет, ничего не скатывается в течение дня, она очень легкая, очень мелко дисперсна. Единственный минус, который в ней есть, это то, что она содержит блестки. Но я эти блестки особо не вижу, я не знаю, возможно, я не так щепетильно к этому отношусь, я не так сильно себя разглядываю, но я никогда еще не слышала ни от кого близко стоящего, что у тебя какие-то блестки под глазами. Нет, они как-то, когда ты их распределяешь фашистой кисточкой, фиксируешь консилер под глазами, они куда-то деваются, и их не видно. В общем, могу посоветовать этот консилер, если у вас есть проблемы с тем, что скатывается консилер под глазами. И большая пудра тоже от ELF High Definition Powder, она очень мелко дисперсная, и она отлично матирует кожу, но с ней нужно довольно аккуратно работать, то есть наносить ее очень маленьким слоем. Не советую наносить вот этим бафом, я забыла, как он называется, советую наносить кисточкой, чтобы ложилась тоненьким слоем. У нее настолько сильный абсорбирующий эффект, что она может немного пересушить, если с ней переборщить. Но за счет того, что она так хорошо абсорбирует, кожа выглядит просто очень матовой, и я за это очень люблю эту пудру, плюс ко всему она очень бюджетная. База под тени от ELF. Если вы не знаете, где купить ELF, я, например, все это заказывала на iHerb. Я специально заказывала, чтобы попробовать и поделиться с вами, потому что очень многие интересовались моим мнением, а у меня ничего особо и не было от ELF. То, что было, не нравилось, то, что заказала, вот некоторые вещи понравились. База под тени от ELF бюджетная, но очень мне понравилась, она не пересушивает веки, и она помогает придержаться макияжу на глазах весь день. В общем-то, бюджетная классная находка, тоже могу вам ее посоветовать. Из румяна мне очень понравились эти румяна от NYX в стике. Они идеального персикового оттенка, который, на мой взгляд, подходит абсолютно всем. Он освежает, он не очень теплый, не очень холодный по своему оттенку, очень универсальный цвет румян. И что мне нравится, то, что кремовые румяна, они всегда выглядят очень естественно. Их не будет заметно на лице, то есть не будет заметно этой припудренности румян на лице. Держатся они тоже очень хорошо, поэтому румяна в стике от NYX тоже могу порекомендовать. И этот оттенок у меня Pink Poppy. И еще одно дуо, это дуо от ELF, о котором я слышала настолько разные мнения. Кому-то нравится, кому-то абсолютно не нравится. Но у меня отключение, что со всеми такими продуктами нашумевшими так и бывает. Кому-то нравится, кому-то абсолютно нет. Бронзу у меня вообще нет никаких нареканий, я не вижу какого-то рыжего или красного подтона. То есть отлично скульптурируют и очень даже неплохо растушевываются. С румянами не все так гладко, в них содержится довольно много блесток, поэтому их нужно наносить аккуратно и хорошенько растушевывать, и как-то немножечко стряхивать, возможно, эти блестки. Но за ту цену, за которую продается эта палетка бронзура и румян от ELF, на мой взгляд, они имеют просто отличное качество. И здесь еще и где-то такое огромное зеркало. Поговорим о бровях. Я давно уже рассказывала вам о своей любви к вот этому гелю для фиксации бровей. Она же тушь для бровей от Maybelline Brow Drama. Я использую уже четвертый флакончик. Мне очень нравится, как фиксируются брови на месте. Мне не мешает то, что здесь на кончике есть этот большой пумпончик, ершик, вообще ни капельки. Если вам мешает, то я уже как-то показывала, говорила в видео, что можно обрезать, и останется такая маленькая кисточка, очень удобная. Если нет времени, и мне хочется просто немножечко их как-то уложить, и плюс придать немножечко цвета, особенно на кончиках у меня как-то мало цвета, мало бровей и мало цвета у бровей. Отлично работает этот продукт. Могу еще раз порекомендовать, если вы ранее не обращали на него внимание. Палетка для заполнения бровей от L'Oreal. Сюда входят кремовые тени и обычная пудра тени. И несмотря на то, что у меня оттенок Medium to Dark, мне отлично подходят эти тени. Обычно начало бровей я заполняю кремовыми тенями, то есть немножечко так растушевываю, чтобы здесь не было видно, что нарисованы брови. Кончик бровей я заполняю более темными тенями, чтобы сильнее был подчеркнут кончик и изгиб брови. Мне очень понравилось, как ложатся что кремовые, что пудровые тени на брови, и они отлично держатся, что немаловажно. Теперь о макияже глаз. И палетка, которую я могу порекомендовать на данный момент из масс-маркета, это Maybelline. Я с ней делала уже дневной и вечерний макияж. Эта палетка называется The Nudes, и это такой прорыв, так скажем, в масс-маркете, когда выпускают нейтральных оттенков тени, целую палетку, и здесь достаточно матовых оттенков. Палетка мне очень понравилась, но с ней тоже не все так прям замечательно. Есть небольшой минус, и минус такой, что когда ты хочешь строить макияж, то есть растушевывать, например, сначала светлые тени, коричневые, потом чуть потемнее брать, и потом еще темнее, может получиться грязь. Светлые тени, они навеки смотрятся темнее, чем в упаковке. То есть с этими тенями стоит отдельно работать с каждым цветом, не пытаться наложить слишком много цветов один на другой. В общем, это палетка для легких, простых дневных макияжей, где не нужно очень сильно там что-то строить у себя на веках. И если сравнивать с палеткой, которая выходила вроде как в прошлом году от L'Oréal, это мне нравится намного больше. Каялы от Maybelline отлично держатся на водной линии, и мне нравится, что они не острые, не царапают как-то эту водную слизистую линию. Теперь хочу рассказать о своих любимых тушах, и это туши разной направленности. Одни отлично разделяют и удлиняют, другие отлично придают объем и удлиняют. Так вот, те, которые разделяют. Первое, самое бюджетное, это Cover Girl, у нее резиновая силиконовая кисточка. По своему действию она очень похожа на Maybelline Lush Sensational. Отличная тушь, очень бюджетная, отлично удлиняет и разделяет реснички, как такой веер получается. Для этой же цели, для разделения и удлинения, мне очень нравится тушь от L'Oréal, у нее тоже силиконовая кисточка. Кстати, я заметила, что обычно именно силиконовые кисточки разделяют и удлиняют, но объем они редко работают. Я тащусь вообще и от запаха этой туши, и от того, как она выглядит, и от того, как она работает. Все туши, которые я вам сегодня покажу, не отпечатываются у меня и не осыпаются. Это очень важно, особенно аспект отпечатывания, потому что у меня жирная кожа и очень-очень многие туши у меня просто отпечатываются в течение дня. И две следующие туши, они даже по упаковкам своим похожи. Это The Colossal Go Extreme Leather Black от Maybelline. Огромная кисточка, удлиняет реснички, получается как такой эффект накладных ресниц. И тушь, с которой я делала последний макияж от Avon, они по действию тоже очень похожи. Это тоже отлично придает объем и удлиняет. Они не работают на разделение, то есть они наоборот создают такой эффект накладных ресниц, эффект того, что у тебя прям все промежуточки между ресницами заполнены. Они тоже не осыпаются и не отпечатываются. Продукты для губ, я думаю, что очень многие из вас слышали, а если нет, то советую обратить внимание на баттеры. Баттер Глосс от NYX. Мне они очень нравятся, они очень комфортные на губах, они отлично передают свой оттенок. Они немного липкие, но за счет этого они отлично держатся на губах. Если говорить о чем-то новом, что мне очень понравилось, и возможно вы еще не пробовали, но любите блески для губ так же, как люблю их я, то могу обратить ваше внимание на Maybelline блески. Эта серия называется Shine. Очень комфортные на губах, вообще не липкие, очень красивые цвета. Там широкий спектр, мне очень нравятся вот эти нейтральные оттенки. Красный тоже благородно выглядит на губах. Если наносить в один слой, то они не очень сильные по покрытию, и свой цвет губ будет тоже просвечиваться. Если нанести в два слоя, то уже будет приближаться к тому, что вы видите в тюбике. Они не липкие, они не жирные, они средние по стоимости за счет того, что они не слишком липкие. Но они очень комфортные на губах, вы их практически не замечаете, и они очень красиво на губах смотрятся. Про блески, то тоже новинка от L'Oréal, с очень интересной такой изогнутой кисточкой, которой удобно наносить блеск на губы. Это самый мой любимый оттенок из блесков. Называется он Girl on Top 101. Он молочно-розовый, красивенный на губах, тоже чуть-чуть прозрачный, но в то же время передает эту молочно-розовую красоту на губы. По свойствам он тоже очень комфортный на губах, не липкий. И еще одна помада, которая перевернула просто мой взгляд на матовые помады, особенно в бюджетном сегменте, это Wet n' Wild. И если вы еще не пробовали матовые помады от Wet n' Wild, и вы любите матовые помады, то я вам прям вот настойчиво, настоятельно рекомендую попробовать. У них тоже довольно широкий спектр оттенков, и есть такие прям очень красивые. Он розовато-красный, такой какой-то как вот роза чуть-чуть припыленная. Очень красиво смотрится на губах. Как он, девчонки, держится, как красиво и матово ложится на губы, не пересушивает их. В общем, я могу просто петь оду этим матовым помадам от Wet n' Wild. И еще одна моя находка для губ, это карандаш-помада от Avon. Цвет нейтрально меня покорил и просто влюбил меня в себя. Он просто идеально подходит моему оттенку губ. Очень красиво смотрится и благородно подчеркивает мой натуральный оттенок губ. Отлично держится и очень легко наносится. То есть его можно кинуть в сумочку с собой и в любой момент подправить, когда там что-то стерлось. Даже необязательно смотреть в зеркало. И еще один оттенок, который, на мой взгляд, идеально подходит на осень. Я не ожидала, что он на мне будет так здорово смотреться. На самом деле очень красиво подчеркивает цвет глаз. И про качество, что могу сказать, они ни капельки не сушат губы, они наоборот их как-то увлажняют. В общем, помада-бальзам, которая очень легко наносится, отлично держится и красиво смотрится. Ну вот, девчонки, на этом запасы моей бюджетной косметики, о которой я хотела вам рассказать и которую я хотела вам порекомендовать, заканчиваются. Я буду очередать от вас ваши любимцы бюджетной косметики, чтобы тоже попробовать что-то новенькое. Если вам это видео оказалось полезным, интересным, то огромное спасибо за ваш пальчик вверх. Мы с вами скоро увидимся, желаю вам отличного настроения, пока-пока!